Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу новости. Студия с вами Гулина Гельмулина. Сегодня в программе. В Умадыше спасли утонувшего ребенка. Восьмилетний Николай ушел под воду в небольшом пруду недалеко от деревни Чексы. В Умадырском районе мощный ураган сносил все на своем пути. Так в селе Шемяково ветер снес крышу магазина, кровлю фермы, рвал провода и поломал деревья. Лагерь труда и отдыха только по-домашнему. До Мавлиных из села Ишкиева летом никогда не затихает от детского смеха. Об этом и о многом другом вы узнаете через несколько секунд. У него сейчас два дня рождения – 14 и 23 июня. В Умадыше спасли утонувшего ребенка. Восьмилетний Николай ушел под воду в небольшом пруду недалеко от деревни Чексы. В результате очнулся в реанимации детско-республиканской клинической больницы. На месте трагедии побывала и наша съемочная группа. 20 минут без сознания, однако мальчика чудом вернули к жизни. Подробности этой истории в нашем следующем сюжете. Вот он тот прудок, где 14 июня произошла трагическая история. Трое ребят решились спастись от жары и искупаться в этом водоеме. Но один из них ушел под воду. Вывески не было на тот момент. Как утверждает в одном лице и двоюродный брат, и спаситель восьмилетнего мальчика Николай Шепеленко, в тот день на этом месте таблички «Купаться запрещено» они не видели. Она появилась только после трагического случая. А вообще местные жители купаться к водоему приходили и до сих пор ходят. Но никогда купание в этом месте не имело такого исхода. Он там еще немножко можно ходить, где заросли. И он пошел чуть дальше. И утонул он где-то в том районе. Три брата, два родных Николай и Алексей, один двоюродный, также Николай, пришли сюда с миссией починить мост. Двое повзрослее берутся за работу, а восьмилетний остается на безопасном для детей уровне воды. Через некоторое время, заметив, что маленький Николай пропал из виду, парни начинают его искать. Средний Шепеленко тут же бежит домой сообщить об этом бабушке и отцу мальчика, а старший ныряет под воду. Вернул воду, начал идти по дну, нащупал ногой и достал. В каком состоянии было? Ну, уже был в отключке, был синий, уже не дышал, сердце не билось. Я постарался сделать помощь, пока бегут родители. Немного сделал, вода с него немного вышла, потом уже прибежал отец. К большому счастью, отец утонувшего мальчика по образованию оказался фельдшером. Он оказал сыну первую помощь, к тому моменту подъезжает скорая и Коля вводит медикаментозную кому. Признаков жизни не было, ни сердце не работало и не дышал. Ну, а потом, что там было? Скорую вызвали, но внук, сын мой, это его отец, у него медицинское образование, он учился на фельдшера. Он знал, как сделать это, первую помощь, и он его откачал. Очень долго откачивали, что-то очень долго. Ну, скорая быстро приехала, по-моему, через полчаса уже была. Молодцы на счет этого. Ну, отвезли в Мамадыш, потом в Казань. Сейчас он у нас в искусственном коме. Если бы не папа, фельдшер и брат, который смог найти мальчика под водой, велика вероятность, что ребенок бы не выжил. Сегодня его должны выводить уже. Что подгнозируют вообще врачи в состоянии? Ну, вроде ничего. Благодаря, что правильно оказали первую помощь, и это ребенок остался жив. Ну, сейчас, может быть, какие последствия могут быть, это неизвестно. Но сегодня начнут уже его выводить из комы будут. Но показания хорошие были. И вот аппарат КТ показал, что у него, в принципе, более-менее так состояние. На сегодняшний день состояние мальчика оценивается как стабильно тяжелое. Что касается цифр, всего с начала года в республике зарегистрированы следующие трагические цифры. 21 погибших на воде, двое из них – дети. 14 человек удалось спасти. Мулина Гельмулинов, Эль Шахуддинов, Елизан Ургалиева. Новости Татарстана. В Татарстане начали набор бойцов в новый именной батальон «Батыр», что в переводе с татарского «Богатырь». Набирать богатырей земли республиканской начали на прошлой неделе, а завершат уже 1 июля. Основными задачами трекового батальона «Батыр» – это поддержка военной полиции, охрана и удержания освобожденных территорий. Как и два других легендарных именных батальонов Татарстана – «Алга» и «Тимер», батальон «Батыр» будет сформирован в основном из татарстанцев. Но попасть в него смогут и жители других регионов страны, подписавшие контракт на военную службу в республике. Одним из основных критериев отбора – это первое возрастное ограничение, это граждане до 50 лет. Это первое. Также отсутствие судимости и социально опасных заболеваний, такие как ВИЧ, СПИД, гепатит. Тем, кто подпишет контракт, выплаты будут достигать до миллиона рублей. Перед отправкой всех обеспечат одеждой и тем, что может пригодиться на СВО. Спальный мешок, туристический коврик и аптечка. Уже на этой неделе первая группа «Батырей» отправится в Самарскую область на боевое слаживание, которое пройдет месяц. Там обучат и стрелять, и оказывать медицинскую помощь. Проходить службы бойцы будут на территории Донецкой и Луганской областей. Татарстан будет оказывать батальону шефскую помощь. Равиль Мукменов, АО «Татмедиа». В Мадырском районе мощный ураган сносил все на своем пути. Так, в селе Шемяково ветер снес крышу магазина, кровлю фермы рвал провода и поломало деревья. Его порывы достигали до 28 метров в секунду. Каков ущерб и как устранят последствия, подробнее в нашем следующем сюжете. Милевша Салихова директор Шемякинского дома культуры. Как обычно, к 7 вечера пришла на работу. На первый взгляд, ничего не предвещало беды. Моросил дождь, ветра не было. Но уже через полчаса погода начинает показывать недобрые фокусы. Чуть-чуть дождь было, чуть-чуть. И после этого сильные ветки, ветер вышло. И ничего не видно было. И ничего не видно было. Там у меня вот несколько метров машина стояла. У машины я уже не видела. Ничего не видела. Просто у меня в голове, что все нормально прошло. Только про это было. Фермеру Ильнару Газзянову не повезло здесь больше остальных. Крыши фермы, где содержится скот, после урагана требуют ремонта. Ущерб фермер оценивает примерно в 20 тысяч рублей. Также рядом находится магазин. Сильный ветер и у этого здания отрывает кровлю. Кроме того, объект остается без электричества. Это ураган, ветер. Я сам не понял, даже, может, даже град там был. Ну, минут, в течение 15 минут все это происходило. Ну вот, крышу скрыла фермы, крышу магазина скрыла. Поломаны деревья. Ничего страшного. Все это приходящее, уходящее. Я не унываю. Аллаха шикар. Во время урагана мужчина был на рыбалке. По возвращению домой обнаружил полный коллапс. За 10 минут сильный ветер рушит все на своем пути. Я даже глаза не мог открывать, как не почувствовал. Там вообще, вот, неописуемо это. Не могу даже рассказать, как это было. Кое-как я доехал. Против ветра я на квадрик ехал. Квадрик не мог ехать. Сегодня в селе устраняют последствия этого урагана. Повсюду поломанные деревья, оборванные провода. Электрики первым делом подключают социальные объекты. Сильный ветер и гроза стали причиной и других происшествий в Мамадышском районе. Например, 18 июня из-за грозового разряда загорелся дом в селе Верхний Берсуд. Синоптики предупреждают, такая непогода в Татарстане сохранится и в ближайшие дни. Ланш Баванязова, Фальшая Гудзина, Фильза Нургалеева. Новости Татарстана. Еще недавно на это дело у них уходило по несколько дней, а теперь с задачей они справляться за два часа. Речь идет о жительницах села Чаксыма Мадриджского района. Каждый день в местном клубе они плетут маскировочные сети для солдат. За весь период сплетено уже более 60 таких средств конспирации и защиты. Надежда Шагина – уроженка села Чаксыма Мадриджского района. Уже много лет живет в городе Екатеринбург. Женщина каждое лето проводит свой отпуск в родном селе. Успевает не только отдыхать, но и заняться благим делом. Еще прошлым летом она научилась плести маскировочные сети. Привязали ее туда, туда, обратно. Чтобы большого не было, сюда ее обратно. Чтобы вот капюшончик вот такой, здесь капюшончик останется, чтобы зацеплялась. И опять дальше пропускаешь его по свободным клеточкам. А сами долго учились? Ну, как бы не очень долго, но не сразу получилось у меня. Как бы на второй, третий раз уже лучше стало. Как отмечает наша героиня, в Татарстане эта работа развита очень хорошо. Буквально каждый житель республики старается внести свою лепту. А на Урале чуть иначе. Она ведется, но как-то мы там не задействованы этим. Я работаю в школе, в гимназии. У нас не задействованы это. Но у нас есть родители, которым мы собирали баночки, металлические баночки под свечи. Они делали свечи. Когда только приступили к этому делу, времени уходило много. Чтобы получить одно готовое изделие, местные женщины проводили в клубе по несколько дней. Сейчас уже руки набиты и за два-два с половиной часа получается качественная маскировочная сеть. Нет, Лера, вот у нас уже команда, и мы как-то, даже вот девчонки в саду, и здесь нет материала, надо поплести, надо бы поработать немножко. Потому что нет, это уже как у нас привычка, как на работу, вот, ну надо. И плюс того же, мы же общаемся еще здесь. У нас нет ни магазина, нет ничего, нет. Ну, общение надо какое-то. Вот два часа, два с половиной часа. Мы как-то не напрягаем себя, общаемся и пользу будет нас. Команда волонтеров работает не только по одному направлению. Окопные свечи, вязание шерстенных мазков, также приготовление суп-пайков входит в их деятельность. Супы одноразовые делаем, да, туда на СВО. Мы вот сушим вот эти овощи, но мы и тавельские девочки сушат, и потом делают упаковки там специальные, и фасуют девочки, в общем, смешивают капусту, картошку, все, что нужно. Например, для борща, или лапшу делают, они тоже сушат, или, ну, так вот все. И вот эти супы, говорят, на ура уходят у ребят. Таких, как эти волонтеры из Чаксов по Мадышскому району, немало. Сбор помощи не останавливается ни на один день. В гуманитарный центр поступают коробки с готовыми изделиями ежедневно. Помощь уходит как мобилизованным из района, так и контрактникам. К слову, первые два месяца лет и жители Татарстана, заключившие контракт с Министерством обороны РФ, получат 700 тысяч рублей. Райс Республики Рустамениханов увеличил выплату для желающих заключить контракт до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой Минобороны в 195 тысяч рублей. Общая сумма единовременной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом поддержки от городов, районов и предприятий Татарстана. Ланж Бабаньязова, Файр Шахуддинов и Лизан Рогалеева. Новости Татарстана. Мамадыши продолжают благоустраивать берега местных озер, прибрежные зоны и излюбленные места горожан. Сами озера расположены практически рядом друг с другом, а вокруг них большая зеленая зона с игровыми площадками. В такую жаркую погоду растения требуют еще больше ухода. Изменения ждут и сами озера. Подробнее в следующем сюжете. Зайтуна Багавеева каждый день с супругом с 7 утра на пешей прогулке возле озер. Помнят эти места еще с тех времен, когда здесь не было ни дорожек для прогулок, ни площадок. А сейчас, смотря на эту красоту не только глаз, а душа радуется, говорит женщина. Не пропускаем ни одного дня. По несколько километров шагаем вместе с супругом. Ждем благоустройства прибрежных зон других озер. Благоустройством остальных озер начнут заниматься уже в этом году. Будет проложена брусчатка, также появится площадка для досуга разного характера. А сегодня все силы направлены на поднятие уровня воды во втором озере. Здесь и ведутся основные работы. Нашли источник, родник ручей Абаган. Большое озеро могли заполнять, но среднее озеро у нас все время вода уходила. В этом году приобрели трубы диаметром 300 метров. И необходимо сейчас прокопать, пробурить под дорогой ГНБ и соединить два озера, чтобы уровень воды всегда у нас поддерживался. С приходом теплых дней народа здесь становится все больше. Многие приходят отдыхать целыми семьями. Ранее здесь можно было и порыбачить, но в этом году рыбалка запрещена. В прошлом году по инициативе Анатолия Петровича были привезены рыбы сазан, карп и белый амур. Рыбы запущены все три озера, поэтому в данном этапе идет как нерест рыбы. И жителям нашего города мы пока запрещаем рыбачить до 2025 года. Более полторы тысячи кустарников и около полутысячи деревьев украшают всю прибрежную зону. В этом году здесь появились новые туи и плетеные ивы. Для деревьев приходится сооружать специальные влагоудерживающие барьеры. В такие жаркие дни они требуют особого ухода и полива. Это ива плетеная называется. Плетеные датские корни. Это основное здание, там начали его плести. Вот сами научились и не покупаем, сами делаем. На сегодняшний день занимаемся козьбой газонной травы. Сразу удобряем и поливаем. Поливаем. И после козьбы траву мульсируем, деревья вот так. Это плечо делается? Что благо держалось. Жара видна. Комфортная городская среда. Именно так назывался проект, благодаря которому в 2021 году в Мамадыше появился парк с несколькими озерами. Сегодня же работы ведутся за счет местного бюджета. Ланш Бабаньянсба, Фальшея Худзинов и Лиза Нургалеева. Новости Татарстана. Лагерь труда и отдыха только по-домашнему. До Мавлиных и села Ишкевы летом никогда не затихат от детского смеха. К бабушке и дедушке провести время с пользой из города приезжают семь внуков. Мальчики и девочки не только лакомятся сладко к клубнику, но и сами прикладывают усилия, чтобы получить много урожая. Во дворе Мавлиных с начала лета и до первых холодов осенью благоуха цветочная клумба. Здесь растут розы, флоксы, петунии, сальвии, гадецы и еще много видов других цветов. Сажаю, наверное, около 40 сортов. Время с февраля сажаю семена, потом в марте, в апреле на улицу выводим. Мавлины сами родом из села Ишкеево. После свадьбы супруги несколько лет жили в родной деревне. Потом решают переехать в Елабугу. В городе также выбирают частный дом. Тогда же Хания Мавлины становится звездой местного телеканала. Известность ей приносит необычный томат весом в 3 килограмма. С этого помидора рассада 1 помидор 3 килограмма было. Все удивлялись. Сейчас я их каждый год выращиваю. Семена беру. А сорт как называется? Сорт называется Хания. 8 лет назад семья вновь возвращается на свою малую родину. Приобретают участок площадью в 50 соток. И начинается веселая жизнь. Цветы – это всего лишь малая часть зелени, что есть на участке. Тут и картошка, и капуста, и морковь, и свекла. Место нашлось и ягодам. Например, за урожай клубники – ответственные внуки и внучки. Сегодня в доме Мавлиных из семи внуков гостят пятеро. Поливаем цветы, капусту, рыбуем, баню моем. В деревне с сестрами двоюродными можно встретиться, бабушке с дедушкой поможем. Несмотря на постоянную работу, дедушка и бабушка для юных гостей находят и различные развлечения. Игры на свежем воздухе и травяной чай в любимой беседке. После тяжелой работы, тяжелой уже говорю, такой работы, вот отдыхаем, сюда заходим с внучатами, отдыхаем, чай попьем. В конце недели дом героев нашего сюжета всегда полон гостей. А в конце этой ждут еще двоих внуков. Тогда Мавлины будут в полном составе. Гулина Гельмолинов, Элиша Ихуддинов, Элизана Ургалиева. Новости Татарстана. Это были все новости к этому часу. Об этом и о многом другом вы сможете узнать в наших социальных сетях. Их адреса вы видите на своих экранах. В студии с вами была Гулина Гельмолина. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин